вот такой интересный вопрос как простить обидчика расскажу как это делаю я этого человека который вас допустим ударил прилюдно оскорбил еще как-то обидел надо оправдать процесс этот крайне непростой очень непростой требует размышлений подходить к ситуации в которой произошло оскорбление там и до нее и после нее с разных сторон вот к самой ситуации рассмотрите со стороны обидчика со стороны своей со стороны там свидетели если были таковы значит до того что было после того это довольно таки длительный и болезненный процесс который надо сделать потому что обида висит она найти как заноза застряла внутри вашего сознания вот особенно такое качество как обидчивость она вас буквально таки как гнойник находится и зреет 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 чтоб там прорваться разрушить то есть если его не вынуть он просто-напросто разрушает ваш организм и к этой ситуации относится но будет и так и сяк разбираешь ее процесс долгий процесс неприятный и в конце концов в конце концов настоящее прощение и освобождение происходит тогда когда у вас наступает своеобразное такое прозрение и появляются слезы слезы то есть можно даже зарыдать вы от этого по истинному освобождаетесь только с помощью вот плача и рыданий вот это все из вас вывернулась и после чего вы чувствуете облегчение вот буквально в случае облегчение какую-то внутреннюю чистоту и какую-то цельность потому что обида это не ваше состояние обида это постороннее нечто постороннее причем вредное которое вас разрушает который не дает вам нормально жить который вот связывает там с тем человеком это вот это вот связь по которой утекает энергия очень очень много всего плохого делает обида и начинается мы с самого простого с рассуждений со взглядом со своих каких-то переживаний вхождение в ситуацию со стороны обидчика а вот как почему-то он обидел что он там это за человек как как поступать вот все это требует огромной внутренней работа которая в некоторых случаях может продолжаться годами но и и можно конечно интенсифицировать и для этого осознанно надо подойти к этой ситуации именно вот это слово осознанность и как только вам удастся простить первого человека этот процесс у вас пойдет намного легче вот вы обдумывали вот вы проплакались в результате всего этого процесса вам естественным образом вот как-то из глубин вашего сознания приходит решение как поступать допустим со своим обидчиком вы принимаете это решение совершенно спокойно лучше всего на своем собственном примере у меня был такой обидчик попросили взаимы денег и не отдали это был близкий для меня человек вот в голове вот такая вот вот сумбур как что с какой стороны все это дело сделать и так и всяк различные варианты и родился простой вариант этот человек как друг да вообще как человек перестал для меня существовать да я потерял деньги но я приобрел опыт что следующий раз деньги если маленькая сумма лучше отдать если большая лучше не занимать то есть вот так вот успокоился сейчас мы с ним общаемся совершенно спокойно то есть информация перестала меня разрушать когда когда вот ах меня обманули ах вот так вот поступили ах вот что-то надо делать вот вот это одно сейчас вот буквально таки три свежих случаях это же из ютуба это совершенно свежачки первый я смотрел про героев журнала гираж что с ними стало то есть некоторые из героев умерли и первый это был раньше это был рыжеволосый мальчик который умер от туберкулеза 30 лет и я написал стоп так туберкулез лечится написал почитайте караваева зайдите ко мне на канал кто-то ответил мол тут глупостями мол не занимайся там зазываешь ну и в таком духе я ответил прежде чем писать сначала надо почитать о чем идет речь и тогда уже что-то делать но человек недалекий что что с него взять поэтому обида отлетела 2 на канале уже одна женщина там такой резкой форме написала вот из зомбоящика я там что-то там вещала какие-то там ерунду зомбировал людей позвольте опять таки сначала посмотрите что это за передачи были малахов плюс как правило были целители как правило были доктора как правило были профессора то есть были специалисты которые оценивали эту информацию и такой передачи вот с таким вот настроем благим что такое интересное познавательное вот как она была все больше ее такой нету и человек не глядя так вот бросается такими фразами что я сделал я просто-напросто его взял заблокировал да и все зачем он мне нужен то есть после конечно проделанной работы до этого ну и самое последнее я думаю ну вот к новому году у меня будет 20 тысяч подписчиков и примерно несколько там дней назад число подписчиков растет 19 500 есть а о хорошо еще время остается буквально таки через день где-то два смотрю нет этих 500 то есть 19 опять мы к 500 подписчикам приближаемся а вроде бы приблизились все перешли эту планку пошли дальше через два дня опять то же самое я думаю что 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 это такое происходит ступ это происходит отписки люди что-то не ждут такого вот и такова и вот это все им не интересно ну не интересно так не интересно да немножечко это меня цепляет ну и что ну зацепила и отцепила вы голосуйте своими голосами за то что происходит у нас на ютубе дальше не буду распространяться ну пожалуйста хотите это делать я просто-напросто опять-таки из всего вот этого от информации которая варится тут в интернете варится на ютубе вокруг меня вообще смотрю принимаю решение что и как там действовать на основании этого поступаю и как вы видите довольно таки хорошо я говорю слово не плохо потому что не уходит плохо остается я говорю хорошо вот что я хотел сказать насчет обиды процесс пройден проплакались освободились внутренне и естественно приходит решение как поступить в этой ситуации и остается только это решение воплотить в жизнь плохое на буду хорошее но уже приняли и успокоились вот это самое главное и обида уже перестает иметь над вами власть может быть существуют иные способы варианты пожалуйста применять но вот когда вы очиститесь от этих обид вы почувствуете себя совершенно иным человеком у вас возрастет энергетика у вас возрастет какая-то вот внутренняя сила появится появятся какие-то внутренние такие возможности вот очень очень такие положительные сдвиги будут надо работать над этим осознанно работать только осознанная работа понимать не просто там вы будете там прощать что-то делать осознанность работы будет приносить свои плоды если нету осознанной работы над любой ситуации которые вот вас волнует над любым человеком с которым вы как-то там связаны вот что-то у вас там не получается все это будем говорить вот как нарыв как заноза как нарыв то есть заноза которая дает нарыв этот нарыв приводит к тому что просто-напросто отравляет вашу жизнь тут нетерпение вот некоторые терпеть там надо еще что-то нет тут существует особый процесс который я прекрасно на себе прочувствовал мысленная работа опять-таки повторяюсь подход к этой ситуации к этому человеку самых разных сторон самых-самых-самых и в конце концу вот так вот идет только как бы щелчок прозрения и у вас только раз слезы рыдания и вы очищаетесь и говорить благодарю потому что вот это вот прощение это и работа с ним и выведение его из своего поля сознания так скажем это не просто вот работа в данной жизни это еще работа способность обижаться нам досталось от прежних жизней один обижается знаете так как-то легко другой очень тяжело и болезненно вот это вот очень тяжело и болезненно это осталось нам от прошлых наших жизней вот мои рассуждения на тему обиды и как я это прорабатывать и вы видите мою энергетику вы ее чувствуете все это произошло благодаря тому что я над собой работал работал над разными там варианты разными ситуациями всего было очень много очень много от простых детских каких-то обид и кончая но опять-таки можешь не главное внутри вот это все разумно пропустить через себя найти подшить там свои там реестры сознания чтобы это было не болталась как-нибудь как вирус там по компьютеру и портит программу биос так сказать а чтоб это все было осознанно все находилось на своих полочках все принесло вам тот или иной положительный опыт который вас обогащает который вас делает сильнее и для которого эта жизнь и нужна для того чтобы вы стали лучше во всех отношениях добро здоровься хорошо все хорошо метра меряешь да